Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Тугузбаева Олесия Васильевна. Я являюсь председателем комиссии по русскому языку, кандидат в филологических наук, доцент кафедры русского языка теоретической прикладной лингвистики. Сегодня мы с вами проведем консультацию по дисциплине русский язык. Давайте сначала обратим внимание на продолжительность экзамена. Ваше вступительное испытание длится 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, экзамены увеличиваются на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Форма сдачи экзамена дистанционная. Вид экзамена тестирования. Количество вопросов 25. В тестах один правильный ответ. Минимальное количество баллов 40. Максимальное количество баллов 100. Рассмотрим структуру тестовых заданий. Раздел русского языка. Текст. Культура речи. Орфография русского языка. Пунктуация русского языка. Как вы видите, это весь материал школьного курса по русскому языку с 5 по 9 класса. Обратите внимание, что предполагает собой дистанционная форма сдачи экзамена. Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту, смотрите папку SPAM. Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть одна попытка. Со структурой сдачи вступительных экзаменов, с инструкцией вы можете познакомиться в личном кабинете абитуриента. Обратите внимание на раздел «Нормативные акты», и там вы увидите инструкцию о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. С расписанием вступительных испытаний вы можете познакомиться на сайте приемной комиссии по ссылке, которую вы видите на слайде. Итак, вступительные испытания по русскому языку будут проводиться с 21 по 23 июля с 10 до 22.00. Резервный день 25 июля с 10 до 17.00. Если вы подали документы с 21 июля по 12 августа, то вы будете сдавать экзамены с 13 августа по 15 августа, 3 дня, также с 10 до 22.00. Резервный день 20 августа с 10.00 до 17.00. Обратите на эти даты внимание и на время, которое указано на слайде. Как подготовиться к сдаче вступительного экзамена? Вы можете зайти на сайт приемной комиссии и посмотреть программу вступительных экзаменов, нажав на кнопку «Русский язык». Вот она у нас открылась. Посмотрите, здесь программа вступительного испытания по нашей дисциплине. Указаны все разделы русского языка, по которым будут предлагаться задания. Давайте посмотрим на примерные задания из разделов русского языка. Итак, по первому разделу первое задание. Укажите слово, где все согласные звуки мягкие. Здесь мы повторяем с вами фонетику. Это материал пятого класса. Второе задание. Звук шеи есть во всех словах ряда. Посмотрите, тоже дается 4 варианта ответа. Один из них правильный. Далее, опять же, задание на фонетику. Ну и задание на понимание лексического значения слова «лексика». Например, задание 5. Слово «блонтин-брюнет» — это амонимы, паронимы, синонимы или антонимы. Далее, посмотрите на слайде. В задании шестое на лексику. Обратите внимание. Нужно определить слово, которое указано в каком значении. Общеупотребительное, профессионализм, диалектизм или рожганизм. В седьмом задании нужно обратить внимание на, что такое фразеологизм, как их найти в тексте. Давайте разберем первый ответ. Он решил взять себя в руки. Мы знаем, что это фразеологизм взять себя в руки. А внук мечтает к рукам прибрать квартиру деда. Прибрать к рукам тоже мы все знаем. Мы должны трудиться, не покладая рук. Не покладая рук — это тоже у нас фразеологизм. Но и у него в министерстве своя рука. Какое из них, из этих предложений не содержит фразеологизм? Ну, конечно, ГЭДА. Далее, опять же, задание на фразеологизм. Следующее, девятое и десятое задания на морфемику. Нужно определить в девятом задании, где отсутствует окончание, в десятом, где отсутствует суффик слова. Ну, пока мы с вами повторяем пятый и шестой класс. Далее, способы образования слова, опять же, морфемика. Двенадцатое тоже самое. Но и следующее задание, тринадцатое, на определение усуществительного падежа, числа и рода. Нужно будет найти правильное. Далее, переходные и непереходные глаголы. Далее, пятнадцатое задание на выделение на речи. Следующее, обратите внимание на вид связи слов в словосочетании со старым лесником. Посмотрите, старый лесник, да, вот это как раз, мы уже с вами дошли до восьмого класса на определение словосочетания. Что это такое? Суперативизм, управление, примыкание, согласование. Старый лесник. Лесник это главное слово. Лесник какой? Старый, это у нас зависимое слово, подчинительное словосочетание, да, и вид связи, вид согласования. Конечно, ответ Г. Далее, на грамматические нормы задания. Дальше, выделенное слово является определением в предложении, здесь нужно определить синтаксическую роль. Дальше, нужно определить вид предложения односоставного. Дальше у нас обращение, вводные слова, предложение. В отделение сложно подчиненных предложений. Ну вот давайте в 22-ое задание обратим внимание. Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора. И свеж, как прежде, снег ромашек, и мир глядит во все глаза. Второе предложение. Не говори, меня он, как и прежде, любит мной, как и прежде, дорожит. Ну и оружие определит в бою, кто больше любит родину свою. Для того, чтобы определить вид предложения, вы должны сначала найти грамматические основы, посмотреть, как они связаны между собой. Если это сочинительный союз, значит, это сложно сочиненное предложение. Если это подчинительный союз, значит, это сложно подчиненное предложение. И там есть у нас главная и предаточная часть. Если это бессоюзное предложение, то союза там отсутствует. Это просто две грамматические основы, связанные между собой. Дальше. Следующий раздел. Примерные задания второго раздела, который посвящен тексту. Задание на определение средств связи предложений в тексте, на определение стиля речи, типов речи, далее указания на виды тропа и фигуры речи. Это как раз задания, которые даются в ЕГЭ, последние задания. Далее раздел третий. Культура речи. Задание на выбор предложений, в котором допущена или не допущена грамматическая или речевая ошибка. Задание на определение правильного или неправильного лексического значения слова, но и задание на определение акцентологических ошибок. Раздел четвертый посвящен орфографии. Нужно будет выбрать слова, написание которых соответствует требуемой орфограмме. Это задание есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Четыре задания на орфографии, поэтому тут тоже не составит вам сложности выполнить это задание. Раздел пятый по пунктуации. Задание на выбор предложений, в котором допущена или не допущена пунктуационная ошибка. На этом мы с вами закончили разбор заданий. Я хочу вам предложить готовиться к заданиям, обратившись к теории Бабайцевой. Так и называется учебник теории 5-9 класс. Там дается все правила, которые изучаются в школьном курсе русского языка. Также можете посмотреть разнообразные таблицы, теоретические справки для подготовки к экзамену по русскому языку для абитуриентов. Они вам помогут вспомнить правила и выполнить задания. Для того, чтобы успешно выполнить задания по русскому языку, попробуйте посмотреть пробный тест, выполнить какие-то задания. Если они составят определенную сложность, то повторите правила. Все задания, которые здесь представлены, они содержат всю теоретическую базу заданий, которые проходили в школе с 5 по 9 класс. Если у вас возникнут вопросы, вы можете мне позвонить или написать по WhatsApp по номеру, указанному на слайде 8-917-76-84-170. Если у вас есть вопросы по поводу поступления, то вы можете выйти на сайт раздела бетриенту, либо позвонить по номеру, который здесь указан. Это номер приемной комиссии. На этом наша консультация подошла к завершению. Всего вам доброго. Удачи на экзаменах.